Есть восприятие достаточно стереотипное, что Россия и балалайка медведи. Многие не понимают, что балалайка это такой же классический инструмент, академический, на котором можно играть практически любую музыку. Можно играть народное, можно играть джазом, можно играть классику. Музыка — это история. Музыкант каждый, когда играет, он в первую очередь играет головой. Раньше мне было интереснее что-то энергичное, задорное, такое более техничное, где было больше всяких пассажей, где-то было быстро, весело, задорно. Сейчас мне гораздо интереснее играть более сложные произведения, о которых нужно больше думать. У меня родители, оба музыканты с высшим музыкальным образованием. В два годика меня отвели родители на концерт, как оказалось, к моему будущему преподавателю. Концерт был очень интересный, и он мне очень понравился, как говорили родители. Многие же дети могут плакать, концерты им не нравятся, а мне очень понравилось. До четырех лет я родителей уговаривала отвезти меня в музыкальную школу. Я и сама была совсем маленькой, но четыре годика, что за 15 килограмм, какой-то там маленький ребенок. Балайка, несмотря на то, что она была самой маленькой, которая, в принципе, могла быть, она все равно выглядела чуть ли не больше, чем я. Самое прям начало — это конкурс «Лучше всех». Тогда мне шесть лет, кажется, было. Следующий конкурс, следующий этап такой — это была «Синяя птица». У меня было восемь, это был 2018 год. «Синяя птица» — я победитель. Денис Леонидович Масуев тогда был в жюри. После этого я начала выступать. У него на концертах, на разных фестивалях. Он очень энергичный, позитивный такой. У него все вот всегда так быстро, четко. Очень, прям очень энергия чувствуется. Есть концерты с оркестрами, там классическая музыка. Там все вот четко, как нужно. На концертах джазовых, там мы играем именно джаз. А ему свойственна импровизация. Не играть в определенных рамках, себя не загонять. Однажды, я помню, мне снилось, значит, был большой стадион. Не знаю, ну какой-то стадион, в общем. Я в центре него сидела, играла на балалайке. Это моя мечта, наверное. Недавно мы были на ледовом шоу Илья Вербуха. Передо мной огромная арена. Вокруг сидели люди, был стадион. Там около 10 тысяч человек, если я не ошибаюсь. Весь зал горел огоньками, все включали на телефон. И в том числе на моем произведении я играла тогда Золушку Архиповского. Под мою музыку катался мальчик. И это были такие невероятные ощущения, эмоции. А, ну получается, моя мечта исполнилась сыграть на стадионе. Я на самом деле это поняла только что. Продолжение следует...